Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия вторника, наша с тобой традиционная встреча, когда мы обсуждаем рынки. Была некоторая пауза, но сейчас хорошо то, что по горячим следам есть возможность обсудить нонфармы, то, как изменилась перспектива американской монетарной политики, именно сроки, вероятные возможности снижения ключевой процентной ставки. Это тема, которые никуда не делись, они по-прежнему формируют настроение, влияют на динамику доллара и на прочие активы. Поэтому сегодня, если ты не против, можем посмотреть также индекс доллара, и твое мнение всегда интересно, поэтому будет здорово, если со своей стороны изменилось ли в твоем представлении что-нибудь касательно доллара, если ты прокомментируешь, будет здорово. Хорошо? Так, ну что, давай тогда начинать. Ну и собственно, чтобы далеко не отходить от индекса доллара, прям с него можно и стартануть. Так, один момент. Так, индекс доллара, текущей котировки 103.94. Мы видим то, что после обновления локального максимума, которое наблюдалось в начале месяца в районе отметки 104.80, индекс доллара перешел в коррекцию, и рынок по-прежнему, трейдеры, инвесторы обсуждают сроки снижения процентной ставки, именно июньское заседание как наиболее вероятное. Для сравнения, сейчас у нас есть возможность уже разобрать данные по Non-Farm Perils и понять, каким образом эта статистика повлияла на вероятность снижения ставки. И если до выхода данных по Non-Farm Perils, буквально в прошлый понедельник, вероятность снижения ставки была в районе 66-67%, то сейчас она очень сильно снизилась и составляет 48.6. То есть трейдеры засомневались, скажем так, в том, что американский регулятор может быть решителен в ходе июньского заседания. И, конечно же, если сейчас снова вернуться к данным по Non-Farm Perils, я думаю, все их прекрасно видели, может быть, даже нет смысла по цифрам проговаривать, какие отчеты мы получили. Все умеют работать с экономическим календарем. Показатель очень сильный, значительный прирост количества новых рабочих мест, снижение уровня безработицы. И это как раз тот самый фон, который может позволить американскому регулятору и дает ему полное право сохранить ставку высокую в течение длительного периода времени. И с тех пор, как вышел отчет по Non-Farm Perils, уже было несколько комментариев представителей Федрезерва, кому нужна более детальная картина, поэтому рекомендую посмотреть мой сегодняшний брифинг. Я буквально сделал отсылку на каждого представителя ФРС, который высказался. Ну, общее у них то, что нет никакой спешки, выжидательная позиция в приоритете. И даже начал меняться фокус внимания с того, что мы перейдем к смягчению экономической политики на то, что при определенных обстоятельствах это снижение может и не понадобиться. Об этом, кстати, высказался глава Миннеапольса, ФРБ Миннеапольса, Нил Кашкарий, который еще в конце прошлого года топил за 2 раунда с уменьшением экономической политики, то есть за 2 снижения ставки. Сейчас он считает, что если инфляция дальше будет расти, а рынок труда будет таким же сильным, то, может быть, американскому регулятору придется повременеть с этим решением по смене вектора денежно-кредитной политики. Завтра, как все знают, то ознакомиться с экономическим календарем. Данные по инфляции в США это еще более брутой релиз, чем non-farm perils, поэтому заранее советую, друзья, готовиться к волатильности. Я думаю, что Виталий присоединится к рекомендации относительно того, что обязательно нужно контролировать риски. Это принципиальнейшая вещь, особенно для значительной волатильности. И я, скажем так, можно ли так выразиться, оптимист в отношении завтрашнего роста инфляции в США. Это мартовские цифры, я в этом не сомневаюсь. И думаю, что эта статистика может поддержать доллар и уже толкнуть его выше отметки 104 пункта. Среднесрочная цель 104.50 и потенциально даже повыше. Все обсуждают золото, учитывая практически каждодневное обновление рекордных максимумов. Сейчас это котировки 2345 долларов за тройскую унцию. Я бы не хотел прямо сейчас останавливаться на какой-то конкретной рекомендации. Просто хочу подчеркнуть со своей стороны и считаю, что золото сейчас очень сильно перекуплено. Золото растет, когда американская валюта остается довольно бодрой. Золото растет на фоне повышения доходности американских облигаций. В общем, если что-то пойдет не так по содержанию фундаментального фона, если продавцы, которые где-то рядом, но пока не настолько сильные, как покупатели, увидят все-таки возможность для того, чтобы вмешаться в текущий трейдинг, боюсь то, что коррекция может быть прям очень серьезной, очень значительной. И чтобы не попасть, не оказаться в неверном направлении рынка в нужное время, я бы сейчас рекомендовал золото вообще не трогать и оставить его в поход за скобками. Так, какой инструмент еще хотел разобрать? Доллар канадец. Текущие котировки 1.3580. В пятницу вышли данные не только по Non-Farm Perils, но и по состоянию канадского рынка труда. И там была крайне плохая статистика, снижение количества новых рабочих мест, рост уровня безработицы. И важно то, что эти данные буквально за несколько дней до заседания Банка Канады вышли. Заседание Банка Канады уже завтра. И я рассчитываю на то, что канадский регулятор все же признает, что экономику нужно стимулировать, ей нужно помогать. Каким образом? Может быть, за счет снижения ключевой процентной ставки. Скорее всего, ставку вряд ли снизить прямо сейчас. Ну, точнее, это прямо маловероятно. Но акцент на то, что это может произойти на одном из ближайших заседаний, это вполне ожидаемое явление. И в этой связи канадский доллар может оказаться под давлением, а пара доллар-канадец нацелится на уровень 1.3650. Я, кстати, придерживаюсь этого целевого ориентира уже довольно-таки давно. И рынок нефти 90.57. Ранее я рассматривал нефти как инструмент, который может достигнуть 90 долларов за баррель. Сейчас, в принципе, мы оказались рядом с этим значением. И, наверное, лучше уже нефтянку не трогать, потому что есть признаки деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Я надеюсь, что все-таки дело дойдет до мирных переговоров при посредничестве Египта. И будет какой-то период еще консолидации или даже развития нисходящей динамики по нефти. Поэтому в качестве главного вывода рекомендую сосредоточиться на индексе доллара, на росте доллара, в том числе против канадского доллара. И пока понаблюдать без сделок на золото и нефть. Виталий, слово тебе. Так, приветствую всех. Ну, что, скажем, по рынку интересного. Солидарен с тобой по поводу твоих идей. Если брать рынок в целом, там, валютный рынок, да, индекс доллара и, в принципе, другие пары практически одинаково все. Рынок металлов, рынок нефти, фондовый индекс, то самый такой удачный за последние пару недель это был рынок металлов и рынок нефти, да. То есть мне получилось словить вот эти все движения. Если мы помним там предыдущий наш обзор, я советовал покупать нефть, да, и целился на 90, мы ее сделали, да. То есть, как видим, технический, скажем, анализ по моей стратегии, модельный анализ хорошенько показывал, что мы достигнем до 90, да, и прям точно. И, как ты правильно отметил, уже сейчас там нечего делать в нефти. То же самое, как и по металлам, потому что вот мы практически покупаем там последний месяц золото, серебро. Оно растет, растет. Вот, может ли быть какая-то коррекция, да, но пока признаков ее нету и просто так ловить какой-то максимум, потому что мы слишком высоко выросли. То есть это неправильно, рынки могут расти еще долгое время без коррекции. То есть должен быть появиться какой-то сигнал. А вот сейчас, в принципе, можно сказать, интерес есть на рынке валют, особенно, ну, ты, в принципе, отметил это все, но я продублирую, скажем, твое мнение. Так, ну, давайте так, золото, да, в двух словах. Вот я еще, вот когда мы с тобой общались, там, январь-февраль, вот это большое накопление и вот эти последующие, даже вот в марте месяце, я как раз был, вот мы пропустили несколько эфиров с тобой. Я даже был в отпуске, но, скажем, с телефона просматривал и советовал даже вот здесь покупать золото. И, как видим, показали хороший рост, потому что почему-то многие, ну, скажем, как многие, я условно говорю, многие, я там видел там несколько аналитиков, которые там все время шортят там золото по каким-то причинам, даже там по каким-то опционным зонам, скажем, все время ищут где-то отскок какой-то. До скольки пойдет золото? Золото это вообще актив такой, в который вкладывается, когда идет неопределенность на рынке в формате в мире, то есть, когда нет какого-то такого условно светлого будущего, да. Напряженность идет, и все начинают паковать свои средства, скажем, как бы в золото, да. И за счет этого у нас, в принципе, если и дальше будет развиваться, скажем, все очень сложно, то золото должно там и дальше расти. Но пока, то есть, я буду советовать дальше, что делать с золотом, когда у нас будут какие-то новые проторговки, то есть, вот как вот здесь проторговка, вот здесь, да. А сейчас это движение в тренде, можно ли его дальше покупать, да, но со стоп-лоссом, если вы дальше и покупаете, то за предыдущий минимум дня, да. То есть, если мы его выносим, то лучше зафиксироваться, потому что если мы проваливаем, ну, допустим, вот этот вчерашний минимум или позавчерашний минимум, то есть, туда стоп-лосс ставим, если мы его ломаем, значит, там уже лучше понаблюдать. То же самое серебро, но у серебра есть еще перспективы, я думаю, роста. Это, в принципе, кто ранее не покупал, вот аналогично мы на прошлой неделе вот здесь на коррекции купили, вот хорошее движение, вот тоже была маленькая коррекция. Можно, в принципе, еще прыгнуть в вагон, но аналогично за предыдущий день стоп-лосс обязательно, потому что рынки сильно перекуплены, может там, условно, завтра что-то будет по инфляции, там плюс-минус что-то такое необычное, и коррекция может такая стремительная быть, и потом пересиживать этот убыток, не зная, что дальше делать, то есть, это неправильно. Что интересного? Ну, давайте еще по криптовалютам скажу в двух словах. У нас тоже есть сильное накопление, такое широкое в треугольнике. Я начал биткоин на прошлой неделе откупать, еще в обзоре свое, в четверг или пятницу записывал, что стоит присматриваться к покупкам. Мы пошли немножко наверх. Я надеюсь, что это уже такой полноценный выход с этого треугольника, и мы будем там на 75, на 80 тысяч уходить. Это возможно, но тоже обязательно со стоп-лоссами, то есть, где-то за минимум, там, вчерашнего, позавчерашнего дня. Если будут выносить, лучше там дальше понаблюдать, потому что, если завтра что-то произойдет на инфляции, вдруг все рынки там потянутся и так далее. Ну и по Форекс. Солидарен с тобой по канадскому доллару. Здесь у нас, что интересного по данному инструменту, то, что у нас большое накопление. То есть, мы практически три месяца накапливаем, и канадский доллар находится у тебя, в принципе, отмечен такой канал. И я отметил его. То есть, три месяца накопления, то есть, это должно быть с этого движения, там, минимум месяц-два куда-то сильно расти. И, учитывая, что у нас вот начало января был импульс наверх, вот это если учитывать коррекционное такое, коррекционное накопление, то у нас должен быть выход наверх. Отменный сценарий будет, если мы будем ломать прошлой недели минимум, где-то в районе, там, условно, 35. Если мы сюда, условно, завтра, там, на инфляции по США или, там, по данным по ставке Канады начнем ломать, то есть здесь сценарий сильного снижения. Это нельзя исключать, это такая альтернатива, но пока я бы покупал с целью, скажем, ну, примерно, там, 37, 38, 39 по канадскому доллару. Поэтому здесь покупаем стоп-лоссы за вот эти, там, можно первый стоп-лосс ставить за пятничный минимум, если его будут выносить, смотреть, там, возможно, перезайти и за минимум четверга. Дальше, и по другим инструментам, давайте, там, не, вот, доллар-франк, еще интересен. Тем, что здесь у нас сильный тренд, напомню, ранее Банк Швейцарии понизил ставку, да, и здесь идет такое хорошее накопление по данному инструменту, видим, там, с уровнем ключевой поддержки 90, то есть 0,90, то есть такой достаточно круглый уровень, и пока мы выше данного уровня 0,90, я бы покупал доллар-франк с целью, там, 91, 92, там, плюс-минус, там, не знаю, какие там цели, то есть там у нас нету каких-то ближайших сильных сопротивлений, ну, хотя старые, там, где-то в районе... 91, ну, там, дальше 92 с копейками, это уже, там, прошлый год, осень. Вот, поэтому, вот, канадский доллар и доллар-франк для меня интересны на покупку. Отметил, если по франку ломаем 0,90, там, сегодня, условно, то, возможно, дальше будет, там, разворот тренда, такой вариант не исключаю. И по канадцу я отметил, какие уровни, то есть всегда нужно держать, как мы сказали, стоп-лосс обязательно и какую-то альтернативу. Ну, и по рынку других инструментов, там, евро в фунт, очень важно, как мы сегодня закроемся, видим, если, условно, сегодня мы по евро закроемся, там, по медвежьи хорошо, то, в принципе, завтра на инфляции, скорее всего, по евро можно работать на снижение. Если мы сегодня будем пробивать вот эту зону где-то в районе 0,8, условно, там, 70 плюс-минус, то, скорее всего, евро есть вариант, что мы развернулись и будем сильно расти. И вот я такой вариант не исключаю. Хотя, вот, канадский доллар и франк показывают, там, рост доллара, но видим немножко тоже евро и с франком тоже в последнее время, вот, за последнюю, даже, там, неделю евро растет, франк тоже растет. Евро в таком глобальном боковике, в диапазоне, там, 200-300 пунктов, да, а франк четко, четко имеет тренд, как бы, не всегда они так четко коррелируют. Вот как-то вот так, то есть, евро, такой я еще до конца не определился, с рост здесь или падение. Сегодня день будет очень важный, а завтра уже перед инфляцией будет, там, более понятная картинка. Ну, и, вкратце, еще по фондовым индексам, можно сказать, допустим, Dow Jones или там другие индексы S&P Nasdaq, пошла какая-то коррекция. Я еще на прошлой неделе советовал, возможно, шортить данные индексы. Можно это рассмотреть. Возможно, завтра, если пойдет рост доллара и фондовые индексы пойдут, там, на более сильную коррекцию, но здесь тоже нужно учитывать очень сильный тренд. Было уже несколько таких коррекций, вот такие небольшие, то есть, но это все у нас, на все была коррекция. Возможно, сейчас по всем параметрам я смотрел, что такой перегретый рынок немножко. Посмотрим. То есть, можно аккуратно шортить тоже обязательно там со стоп-лоссами, там, условно, за максимумы локальные, которые были у нас в четверг, то есть, в прошлый четверг. Вот туда уже, по идее, не должны идти. Если идут, то может ломать вот этот максимум. То есть, если брать Dow Jones, аналогично там Nasdaq, вот четверг максимум. Это такая сложная, сложная картинка. То есть, я бы был очень аккуратен с индексами. Виталий, спасибо тебе за рекомендации. Кстати, по поводу пары доллар-франк я присоединяюсь к тебе. Тоже считаю, что очень хороший потенциал для роста, потому что идеальный контраст монетарных политик. Действительно, ФРС тянет резину, а Национальный банк Швейцарии вообще стал первым регулятором, который снизил ставку. И это еще не предел, учитывая то, что инфляция у них 1%. Напомню, что цель для швейцарского банка тоже 2% и сейчас находится ниже. Кто знает, может быть, прежде чем ФРС созреет на снижение ставки, Национальный банк Швейцарии еще раз за этот период времени возьмет ее понизить. Так, ну что, спасибо, что уделил время. Тогда давай дождемся завтрашнего отчета по инфляции. Уже о нем говорили. Важный индикатор для рынка, триггер для движения финансовых активов. Традиционно контролируем риски. И, Виталий, тебе, так же, как и всем нашим подписчикам, хорошего закрытия недели, хороших трейдов под вот эти фундаментальные события. Ну и мы, конечно же, с тобой все это обсудим в следующий вторник. До скорых встреч. Спасибо. Все, пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok